Рабочий стол. Вот, открываешь папку и смотри. Смотри, чувак. А? А че? А? А как? Просто галерею, а не вот это вот. Это я сейчас, вот, вот, я как будто в Total Commander каком-то. Чувак, ты сейчас не прав. Вот, ты реально не прав. Да оно через жопу, кто так делает? Ты установил приложение, тут ты пробел нажал или ставишь просто вниз, да и все. Это какой-то, ну, это через жопу сделано, чувак. Ну, типа, в Linux с раном нормально. Почему? Я установил себе нормальный обозреватель и могу сфоткать, щелкать, как на винде. Потому что винда в этом плане умнее намного, чем Маша Макусь. Поехали, а мы пишем? Я просто себя абстрагирую от твоих глупостей. Это в смысле глупости? Ну, чувак, про смотрищих фотографий в Mac это зло какое. Нет, это... Да, это говно. Это самый главный плюс. Это максимальное говно. Ты тыкнул, открывается одна картинка. Пробелом нажал, и тебе надо вот так вот по какой-то сетке перемещаться. Хочешь поговорить? Я не хочу поговорить. Следующий вопрос. Почешь, здесь есть просмотрщик, очень удобный и ты можешь по пробелу открыть любой файл. Практически любой. В винде, по-моему, тоже по пробел можно. Вить, нажми по пробелу на какой-то файл в винде, на картинке, нажми пробел. Выдели картинку, нажми пробел. По-моему, уже есть. Ну, пожалуйста, ты за виндой. Вить, пожалуйста. Даже если вдруг есть, то это же значит скопировали, а нет, Enter здесь, но открывается галерея. А вот к примеру, давай посмотрим, если у тебя не установлен PDF никакой viewer в винде, ну к примеру. А зачем, он открывается через Explorer, интернет, ну серьезно. Через интернет Explorer, ну серьезно, если ты по пробелу открываешь любой практически файл. И ты можешь, тебе не надо выделять их. Ты мне только что показал, заходишь в папку, ломаешь вид иконок, превращаешь свой файл менеджер в Total Commander. Это для меня удобно, ты можешь любой другой вид сделать. Я просто установил приложение, которое позволяет... Для меня самый удобный вид вот это, потому что у меня куча папок, и я легко потом перемещаю. А как я пойму где что? То есть? Ну я же ничего не понимаю. Ну это значит надо умнеть. Так название надо каждому файлу давать. Зачем? Ладно, короче, все. Я установил просто приложение, которому удобно это все делать. Хорошо, поехали. Ты просто не разобрался. Я даже по-моему купил это приложение, чтобы ты поделал в свое время для Mac. Ты меня не бать. Ты меня не бать. Так, Майнер Мини пишет. А, это рубрика днища. Мы здесь отвечаем на ваши вопросы. Здравствуйте всем. Всем привет. Меня зовут Рома. Это Александр. Присаживайтесь. Располагайтесь. Вставляйте наушники в уши. Блокируйте экран. И слушайте наш как приятный подкаст. Спасибо. Майнер Мини пишет. Сашка. Майнер Мини пишет. Майнер Мини пишет. Мне надо было отвести жар из жопы. Понимаешь? Вот сейчас отведешь. С одной стороны торчит с другой тройничок. Да. Угадайте, дети, что это большой кривой. Лего я знаю. Не натягивайте еще рано. Сначала вставить снизу, потом сверху. И, пожалуйста, сделайте нарезку всего этого без картинки. Чувак. Если что, мы на этом канале собирали лего. Втроем вставляли... Сверху и снизу. Втроем. И да, еще рано натягивать. И да. Ух, чувак. Посмотрите. Я не знаю, как так все прошло. Вот это. Я просто смотрел. Взрослые мужчины. Образованные. Да. Культурные. Книги читают. Фильмы смотрят. С людьми общаются. Деловые переговоры ведут. А! О! Вставлять давай не стуяться. В какую дырку чем смазать? Чего куда? С чем у тебя... Какую про смазку никто не говорил. Я говорю. С чем у тебя пушина не вставлялась? С чем у тебя ассоциация? Когда собираешь лего, ты действительно меряешь дырочки. В какую дырку вставить? Нет, там одинаковые дырки. Ну как? Так. Просто плохо вставляют. Нет. Ты выбираешь. Я отмеряю количество дырок. Чтобы попасть именно в ту дырку. Продолговатым красным предметом. Ну там такое было. Чувак. Мы вставляли красные предметы в нужную дырку. Мне просто было за нами за нас стыдно. Если часто. Почему? Но весело. Я смеялся. Я представлял, что это не я в кадре. Не вышел. Давай. Поехали. Будем передавать. Просто по очереди? Просто по очереди. Китан. С каких пор ровный плоский экран это проблема? Не понял это мнение. Я даже показал крупным планчиком. И объяснил в чем собственно говоря проблема. Но повторюсь еще раз. Закругленный экран. Благостный тем. Что когда вы управляете свайпами телефоном. У вас пальчик начинает с этого закругления. И спокойно перемещается по стеклышку с олеофобкой. А в данном OnePlus нет никакого закругления. Да и 2.5D эффект стекла не так ярко выражен. По факту там практически плоское стекло в пластиковой рамке. Специальной вокруг этого стекла. Которое переходит в другую пластиковую рамку. И когда вы свайпаете. Нужно же делать свайп от края экрана. Например. Чтобы вернуться в предыдущее приложение. Вот это вот все. И когда вы делаете этот свайп. У вас палец сначала по пластиковой рамке самого телефона. Потом по пластиковой рамке вокруг стекла. Потом цепляется за пленку. Которая наклеена с завода. И лишь тогда попадает на сам экран. Это не совсем приятное ощущение. И лично мне не понравилось управлять свайпами в OnePlus Norden. А как понять кто задает следующий вопрос? И ты задаешь. Я подстрел в будущее. И поэтому ты задаешь тоже. Алексей Петрик. Я одно не пойму. Почему BBK делает. Почему BBK делает годные устройства под брендом Realme. Но обсираются под брендом OnePlus. И мы можем с тобой на эту тему даже немного поговорить. Потому что ты тоже самое у меня спрашивал. Даже по поводу Oppo. Не-не-не. Я просто не мог понять. Цена образования. Я не помню. Oppo и Vivo находятся. Вернее. Oppo. Vivo. И еще кто-то. OnePlus Realme. BBK. И еще кто-то. Подожди. Опа. Опа. Ну ладно наверное Vivo. Это все один бренд. Который в рамках. Вот типа если я владелец BBK. Я себе сижу и думаю. Так хорошо. Значит вот эти делаю. Эти сегодня хорошие копы. Эти плохие копы. Эти адекваты. Эти неадекваты. Этим делом на наш телефон. Значит сегодня неадекваты продают то же самое что и адекваты. Но только в три раза дороже. Вот так сидит и шеф BBK думает. А потом сидит и шеф который поменьше. И он сидит в Vivo. Так. Сегодня мы плохие копы. Мне надо продавать то что продают хорошие ребята. Но в три раза дороже. Как мне это сделать. Ну насколько я понимаю. Они просто одни из первых на самом деле. Сделали то что сейчас делает например. Ну Huawei Honor. Xiaomi Redmi. Они же разделили как бы это два отдельных бренда теперь. И там в автомобилях тоже многие компании как бы делают. Там Toyota для себя Lexus. Еще куда то по факту продавают. Ну здесь не совсем так. Что за большие деньги. Делая акцент на каких то штук. В фишках которые будут интересны определенным прослойкам людей. Например. Oppo и Vivo позиционируются как флагманский дорогой бренд. С качественными материалами корпуса. Со всякими. Ну типа там характеристики отходят немного на второй план. Там немного более про тактильные ощущения. Ощущения премиальности. А реально это больше про. В рамках одного бренда можно сказать да. Вот так как ты говоришь. Что типа Vivo и Oppo более премиальные. Вот поэтому они дороже. Но тут просто прикол в том. Что за границами этого корабля есть еще другие корабли. И когда мы смотрим на вот это твое абстрагирование от характеристик. Мы начинаем там где то видеть далеко не барактывающиеся. А на нормальном таком крейсере Aurora. Причаливает к ним Samsung. Со своими моделями которые во многом лучше. Причем не только топовые говорю. И не только тот же S20 FE. Который вам уже может надоел. А и какие то низко бюджетные модели. Но которые очень качественные. К примеру M51 недавно у них появился. Которые за 8000 гривен. Или там сколько. Около 9 да. Это средний бюджетный смартфон. Но предлагает дофига всего. Причем на Snapdragon 730. И причем с 7000 батарейкой. То есть там много интересного. И когда мы берем любой класс устройств. По сути сегодня уже есть другие игроки. Которые предоставляют много конкуренции. И почему так делают BBK. По сути предлагая не совсем конкурентные устройства. На определенных рынках. Мне непонятно. Эта политика мне вообще не понятна. Здесь меня лучше не спрашивайте. То есть. Ну как бы нам предлагают на обзор. Мы берем и просто говорим как есть. Но вот это вот так. Вот это вот так. А вы сами решайте. И люди конечно же сами для себя решат что делать. То есть. Почему я не засыраю эти телефоны. Там не могу сказать что это прямо отстой. Потому что телефоны они неплохие. Никакой из этих телефонов неплохой. Кроме OnePlus. Но. Ну то есть. Опа и Vivo. Вот тот же вспомните Vivo X50 Pro. Охрененный телефон. Он реально мне очень понравился. И даже запомнился. Но не за 25 тысяч гривен. Его цена красная. Лично по моему мнению. Я не люблю еще раз повторюсь когда так и рассуждают. Но. У нас здесь канал про это. Его цена красная 15 тысяч гривен. И за эти деньги он очень хороший телефон. Все равно не лучший. Все равно есть конкуренты за эти деньги. Но он охрененно выглядящий. А за 25. Ну извините. Вот то же самое. Как Opary на 4 Pro. В какой вселенной это имиджевое устройство на фоне других смартфонов. Ни в какой. Ни в какой. Вот. Соответственно мы не знаем что происходит. Мы точно знаем что у них есть куча наработок. Что они там те же Vivo первыми показывали же камеру которая фронтальная прячется под экраном. У них разные были наработки. Но тем не менее. По моему Opa кстати показала один из первых перископов. Перископических этих телеобъективов. Ну я не знаю. Или Vivo или Opa. Одни из первых показали на презентации. Впервые как бы. Впервые начали производить их Huawei. Они показали в демо устройстве на одной из презентаций. Но типа конечного продукта они не показали. И по поводу OnePlus кстати же создатель компании ушел. Покинул. Ну один из сооснователей. Его покинули. Можно так сказать. Ну грустно. На самом деле OnePlus меня все больше и больше расстраивает. Раньше это было вот что-то такое что я очень сильно хотел. Так они раньше уникальные были. Да. А вот касательно Opa и Vivo. С одной стороны я понимаю что компания позиционирует эти бренды. Как имиджевые премиальные дорогие устройства. Но с другой стороны. Эта имиджевость и премиальность не работает. С точки зрения доступных аксессуаров к их дорогим смартфонам. Это кстати да. Да даже не доступных. Любых аксессуаров. Любых аксессуаров. Их нет. Мы постарались купить чехол любой для Vivo X50 Pro. А его? Нет. Понимаете? Ну нет. На Алиэкспрессе за сто сто пятьдесят гривен есть полно очень классных интересов. Поврадовать ими пользоваться. Не хочу никого обидеть. Но нормальных чехлов. Ни кожаных. Ни каких-то силиконовых оригинальных чехлов. На него просто нет. Нет. И вот на этом моменте ломается вся премиальность и вот эта вот имиджевость данных устройств. У них только ценник как бы высокий. А вот какого-то полного комплекта нет. Окей. Следующий вопрос. Русаки пишет. Прямо на обзоре смарт-часов вот этих Apple, которые тебе очень не понравились, понравились. Почему? Уровень кислорода, ну ты не будешь все равно обновляться, потому что смысла нет. Уровень кислорода девяносто три процента. Прекрасно. Либо Сашу нужно сдавать и подключать к кислородному баллону, либо это абсолютно не работающая хрень. А, Витя, ты что вставил девяносто три процента там? Я же потом через секунду померил и показал сто. Ну, все, к кислородному баллону быстро подключаем тебя. Нет, у меня просто вот здесь девяносто три, а вот здесь уже сто. По-хорошему нужно просто прижать... Хорошо приезжать. Да я это не рассказываю. Зажать ремешок, когда вы измеряете кислород. Потому что если он у вас будет свободным, он будет хреново измеряться. Он тебе говорит, когда ты первый раз измеряешь. Зажмите достаточно сильно, но не очень сильно. Но не вот так. Вот так вот он на хреново будет измерять. У тебя как? У меня нормально, вот так попробуй. Не буду. Это странно. Ну, потереби. Я не хочу прикасаться к другому мужчину в кадре, пожалуйста. Вы только об этом говорили. Не хочу, давай прекращать. Чтобы правильно измерять, нужно зажимать. Я говорил, по-моему, в этом же обзоре сказал, что если вам надо именно точные данные снимать как пульсоксиметр, купите себе пульсоксиметр. Они стоят недорого. Это как бы такая мера, ну, крайне, знаете, когда у вас действительно все очень плохо, и там покрешность в 5%, она уже нивелируется. Потому что у вас там, ну, к примеру, насыщение кислорода упало ниже 90%, и часы вас об этом отвезут. Ну, конечно, использовать это как медицинские данные для каких-то операций, это невозможно пока что, не нужно. Поэтому просто знайте, что такая фишка есть. Держите. Давайте. Василий Рассказов. Ага, гики, сбор. Ага, гики, обзорки. Первый раз увидели рекавери и не знают, что это. На 5.19. Это ты. Вот это вот. Он со смайликом это написал, и там многие, что типа-то, он стебет, или там, это нормально, почему во время обычного использования телефон вывалился в рекавери, я бы тоже так реагировал, а там, типа, люди пишут, да нет, он не прикалывается, он серьезно даже не может прочитать, он не понимает, что это за пункты, он не понимает, что происходит с телефоном, как его пустили вообще в телевизоры, и вот это вот все. Рекавери прекрасно. Я прошивал свой Galaxy G, вы еще когда пешком под стол ходили, начнем с этого, и айфоны всякие вот эти, и iPod Touch я прошивал, но не будем сейчас об этом. Рекавери я знаю, что это такое, но, во-первых, почему телефон, я же рассказал, что перед тем, как он вывалился в рекавери, в рекавери происходило, телефон себе лежал, я хотел снять планчики того, как я на нем играю. Он такой, хоп, не включается, ну сел, подключаю к зарядке, он стоял на зарядке минут 20-30, ничего не происходило. Мы даже родную зарядку с какой-то индийской вилкой подключили через переходник, может он сквозь нее будет нормально заряжаться и оживет. Он в итоге еще минут 10 постоял на зарядке, ожил, но он сразу вывалился в рекавери. И он в рекавери, у него был отдельный пункт boot reason, почему он загрузился в рекавери. Он же загрузился не в операционку, он сам загрузился в режим рекавери, потому что что-то ему помешало. И как раз таки в причинах загрузки в рекавери было аж три листа подробно ошибок, что произошло. И понимаете, я-то с этого поржал и сыграл дурачка, что это где, что за хрень. Я поставил телефон на зарядку, он вывалился, какие-то мне ошибки выдает, что за фигня. Я реально испугался, что я загружусь в операционку и там у меня будет голая операционка, что он все снес, потому что с OnePlus Nord'ом происходят такие ошибки, что он такой думает, ага, что-то мне скучно живется, пожалуй, перепрошью я сам себя и удалю все твои данные. Я реально испугался, потому что это могло произойти, но благо телефон загрузился и все хорошо. Но если бы я был обычным пользователем, который купил за 15 тысяч телефон, ставит на зарядку, потом беру и у меня какие-то вот эти вот ошибки, всякие вот эти вот ваши рекавери, я бы испугался и не понимал, что происходит с моим телефоном. И такое не должно происходить при обычном использовании. Если бы я что-то там шил, перепрошивал, какие-то кастомные ядра наваливал, окей, но когда телефон просто подключился к зарядке и вывалился в рекавери, это реально ошибка и это реально бак, о котором я должен был вам рассказать. Привет, Александр! Будь добр, расскажи, как видео с камеры Action Sony X3000 перенести видео на смартфон iPhone. Уже месяца полтора не могу перенести. Приложение Action Cam вылетает. Спасибо. Я тебе скажу так. Забудь. Нет, на самом деле есть способ. Какой? Есть кардридер на Lightning, официальный кардридер. Ты можешь просто достать карточку и вставить в кардридер, и переносить через файловый менеджер. А фирменное приложение? Фирменное приложение Sony, еще раз говорю, Sony это отсталые люди в плане софта. Оно не обновляется, оно работает ужасно с момента создания. Это не так, что оно было хорошее, но сейчас устарело просто. Нет, оно не работает адекватно. Тебе, чтобы соединить камеру со смартфоном, надо, ну, это нереально, короче. Поэтому просто включая авиарежим на камере, чтобы она дольше жила, и пользуйся ей как камеры. Камера Sony Action Camera от X3000, она отлично пишет видео, отлично пишет звук. Это все, что она умеет делать. Все, на все остальное забудьте. GoPro как гаджет превосходит Sony на несколько десятилетий вперед. Но при этом как камера, коей она типа старается быть, она отстает на несколько десятилетий вперед, что как бы ужасно. Вот так. Под обзором смарт-часов Apple пишет тебе Булыгин Михаил. Почему нет альтернативы? Есть Garmin Veno, чем они тебя не устраивают? Сейчас вышли Veno SQ с таким же форм-фактором, как у Apple. Заряд держит три дня, я тренируюсь по часу в день и включен Always On Display. Если отключить постоянный мониторинг пульса, могут прожить и пять дней без подзарядки. Да и стриминговые сервисы также есть. Там ему отвечали, что ты цены видел, я сейчас зашел и в среднем эти Veno, в старом дизайне, сколько я понимаю, стоят 12 тысяч, а вот в этом новом... Мне интересно, подожди, какие стриминговые сервисы там есть? Вот это очень интересно. Это очень интересно. Spotify типа или стриминговые сервисы в Spotify введи? Ну введи именно Spotify просто в поиск. Я эти часы видел на презентации, когда их только презентовали. Я их подержал в руке, чуть не блеванул и отложил, потому что это не Garmin, это какая-то китайская дрянь. Вы меня извините, без никаких личностей, но переходов на личности. Но зная продукцию Garmin, эти часы, они ужасные, они некачественно выглядят, дисплей отстойный, автономности по сути нет. И за эти деньги предпочитать настолько низкую альтернативу Apple Watch я бы не стал. Но это лично мое субъективное мнение. Мне вину ужасно не понравились в первом знакомстве. Конечно, если бы я покупал что-то вместо Apple Watch, это были бы Garmin 100%. Но это были бы Garmin, Fenix, Solar, стеклом их. Spotify есть. Spotify есть. Но тогда, в принципе, для кого-то это там и Garmin Pay есть, и Spotify. Spotify и Deezer есть. Может быть, что-то изменилось. Я их не тестировал долго, серьезно. Это было впечатление на презентации. Я не помню, что конкретно не понравилось. У нас есть где-то видео про Garmin на Кедре вроде бы. Или на Кедре, или на Кедр Плюсе во влоге. Я рассказывал про это с ИФ, по-моему, с выставки, когда их презентовали. И, ну там интерфейс был не очень хороший, там экран был не очень хороший. Блин, ну надо разобраться. Может, действительно у нас есть альтернатива, а мы не знаем про нее. Окей, следующий вопрос. Олег Затейник пишет под нашим отчетом с презентацией компании Apple. Ах да, большой кидок от Apple. Зарядку не положили, потому что вы должны и так иметь блочок. Но в комплекте кабель Type-C Lightning, который к старым блочкам не подойдет. Это самый залайканный комментарий. Значит, не совсем так. Кабель Type-C Lightning, он подойдет для тех, кто переходит с iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Там как раз таки блочок был с Type-C на Lightning уже. И провод был Type-C Lightning? Да, 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 конечно. К тому же, если у вас iPad, если у вас MacBook, если у вас... Ну, то есть, теперь стало легче намного. И здесь надо понимать, что делает Apple. Да, кто-то скажет, что не совсем правильно, мол, нет блочка и вам его надо докупить. И, соответственно, вроде, какая здесь экология. Но, на самом деле, не совсем так, потому что, когда они складывали блочок в коробку, покупали его, ну, по сути, вы же покупаете все равно блочок, за него деньги какие-то уплачены. Покупали его 100% человек, которые покупали смартфон. Теперь же его купят, ну, я думаю, что процентов 30 отдельно купят. И, соответственно, на 70% выбросов, связанных с производством, с утилизацией, станет меньше. И на длительной перспективе это, в принципе, будет заметно. И на 30% мы больше заработаем, потому что раньше мы клали зарядник в комплект бесплатный, а теперь мы на них еще можем заработать. Да, да, ну, это как бы бизнес. Мы здесь не будем судить, не хотите, если для вас дорого, не берите. Или вы не понимаете, это цена образования. Я здесь вообще не хочу судить, потому что смартфоны флагманские. В отличие от тех же там некоторых, которые мы уже обсуждали, к этим по части флагманскости ты не приявишь. Ну, там 120 Гц, ну, там куча другого. Да, не получилось 120 Гц в этом году. Но по части аксессуаров я согласен. И я думаю, что через год или через два в айфонах будет идти айфон и все. Это будет просто в пакетике вот так выносить. Ну, как-то они это пересмотрят. И это будет правильно. Потому что сейчас эти все коробки, это просто мусор. На самом деле... Офигенно красиво. Не, она будет красивая, к примеру. Но она будет тоненькая, просто как чехол. Вот чехол. Видел кожаный, как эпловый? Да. Офигенная коробка. Вот представь, такая же. Просто будет с айфоном. Сейчас в коробках посмотри сколько материалов. И мы говорим про экологию как бы сейчас ухмыляясь. Но на самом деле проблема при нашей жизни, она нас еще жахнет. Потому что вот мы недавно ездили в велопутешествие по Черниговской области. И мы видели, как влияет влияние на наше плохое к земле. Оно уже сказывается. Реки высохшие. Озера высохшие. Все из-за там потепления. Из-за... Это понятно, что не только из-за айфонов. Но все в сумме, оно конечно же влияет. И раз такая большая компания начала очень сильно этим париться. То, как они сами сказали на презентации. Есть вероятность, что другие тоже подтянутся. И многие про это сейчас начинают обращать на это внимание. Дизельные автомобили запрещают. Там экологичность. Тот же Jimny в Европе не продается, как и пассажирские. Потому что опять же выбросы. Старый двигатель. Такие-то выбросы не проходят по нормам. Я считаю, что это все правильно. Можно конечно спорить. Потому что про Jimny у меня были там другие мысли. Но это когда ты точечно смотришь. Только вот в сторону Jimny. Но в целом политика, я считаю, по экологии делается правильно. Вот я сейчас смотрю на полку. У нас там миллион коробок со смартфонами. В каждой из них лежит. Наушничек запечатанный в пластик. Блок питания запечатанный в пластик. Куча бумажек каких-то. Пленки на экранах. Чехлы. Картонка, в которую вставлены куча других картонок. Нам же это нравится. Не нравится. Почему? В редких случаях нам это нравится. В OnePlus нам это нравилось. И в Apple. В каких других коробках тебе это нравилось? Потому что в других коробках. Они тупо копировались. Но все это там есть. Понимаешь? Так все это там будет. И оно там стоит мертвым грузом. Потом это выкинется. Часть из этого никогда не утилизируется. Особенно в наших краях. И еще правда в том, что я даже распечатывая новое устройство. Порой не знаю какой там комплект. Я вот достаю iPad. Я iPad достал. Все что было сверху там спрятал. Крышечку накрыл и поставил. Я не знаю там есть зарядник. Нет зарядника. У меня это все уже есть. И я думаю, что Apple проанализировали, что у многих огромное количество людей такая же ситуация. Тем более там на западе, когда нет проблем с бедностью у тех людей, которые покупают все гаджеты. Они не собирают на них годами. У них все это легко. Вы видели стоимость? 14 долларов в месяц платишь и у тебя новый iPhone. Понимаете? То есть те, кому нужен будет блочок, они его купят. А я вообще буду пользоваться с твоим коленем только MagSafe. То есть я не буду себе никакие блочки покупать. Ну ладно. Руслан Павлов пишет. Тот момент, когда посмотрел все видео. А где собственно говоря емкость аккумуляторной батареи? Емкость АКБ не только меня волнует. Это сегодня даже важный показатель. Так сто процентов. Просто ее нет. Ну компания же написала. Very good. Very good и автономность. Quality battery life. Battery life very very good. Be happy. А вообще мы зашли на сайт и посмотрели. Battery life у прошек точно такая же как у прошек текущего. Я надеюсь, что ничего не изменится. Потому что раньше автономность была очень хорошей. Соответственно если она останется прежней, при меньшей толщине толщина стала меньше. При большем экране это конечно очень хорошо. И связано это будет исключительно с процессором и его техпроцессором. Смотри, теперь вопрос у тебя как к профессиональному геймеру. Давай. Matt 91992 два часа назад пишет. В чем проблема 60 герц? Кто объяснит? Объясняет Александр Ляпота. Внимание. Значится у 60 герц нет никаких проблем. Проблема 60 герц в отсутствии еще одних 60 герц. Человек видит максимум 25 кадров. Да, да. Не способен. И плотность пикселей как в iPhone 4 больше человек не видит. Не видит. Вы же поймите. Да. Люди развиваются и начинают видеть больше. А серьезный ответ будет? Ну, друзья. Ну, такого не должно было произойти. Конечно, наверное, есть этому какое-то объяснение. И айфоны все равно купят. Но это все равно юзер экспириенс уже. И я считаю, что здесь они чуть отстают. Они отстают сегодня по этой челке. То есть, я не говорю, что она мне прям раздражает сильно. Привыкли. Но, тем не менее, у других производителей это уже красивее. Как-то лаконичнее у многих сделано. И они отстают по экранам. Вроде хороший экран, да, там все дела. Но тут же не только в плавности интерфейса. Кто-то скажет, что плавность интерфейса мне не так важна. У вас и игры есть. Вы же позиционируете это еще и как игровое устройство. И здесь никто не поспорит, потому что там Apple Arcade, блин, есть. Вы хотите там ААА какие-то проекты. Вы на презентацию приглашаете разработчика League of Legends. И там, мне кажется, очень важны 120 Гц. И как бы... Я понимаю, что в League of Legends на Galaxy Fold новом, который 120 Гц на экране большом. Да там они будут тупо разрывать этих iPhone-юзеров. В каком это поколении, в каком веке это было слышно? Это странно очень. Также еще один вопрос, который расширит познание многих наших зрителей. К себе. Фредерик Францис пишет. Саша, везде пишут и везде говорят, что iPhone 12 Pro Max 4-кратный оптический зум получил. А ты единственный, кто почему-то говорит, что там 2x зум. Что за фигня? Почему ты говоришь, что там 2x? Я вообще удивлен, что настолько многие люди, причем даже такие уважаемые журналисты, повелись на это. Даже The Verge извинялись. Сообщение написали о том, что они не разобрались. Apple делает такой ход, начиная с прошлого поколения. Они берут range от сверхширика до максимального. Это просто маркетинговый ход. Когда все говорят, например, Huawei, что у них 5x, это естественно имеется в виду с основной камеры. Apple говорит, что 5x это в случае с iPhone 12 Pro Max со сверхширика до телевика. Посмотрите на фокусное расстояние. Там все указано. 52 мм у 12 Pro и 65 мм у 12 Pro Max. Это эквивалент по сравнению с 26 мм на широкоугольной камере. 2 и 2,5x. И плюс вменяемый 5x, насколько я понимаю, без перископической линзы нельзя реализовать. Нельзя. Даже 4x, насколько я знаю, реализовать нельзя уже. Можно, но просто толщина устройства. А при такой толщине Apple никак этого не сделает. Поэтому, к сожалению. Владислав Громов, вы рассказываете новости в блоге. Какими сайтами или сайтами пользуетесь, чтобы собрать подборку новостей? Во-первых, самым лучшим сайтом в интернете это Kedr.com. Во-вторых, самым лучшим телеграм-каналом в телеграме это тоже Kedr. Там короткие сводки новостей интересных появляются. А в-третьих, пользуемся еще некоторыми зарубежными сайтами. Если прямо перед влогом или перед новостями я серчу зарубежную новость. Не появилось ли что-то очень интересное, что у нас еще не успели адаптировать для наших русскоязычных читателей? Из наших сайтов я еще ITC поглядываю, потому что с момента прихода Тараса Мищенко на роль главного редактора сайт очень сильно изменился. Он живой, обсуждаемый. Это настоящий такой хороший новостной сайт. Причем в основном про технологии, но не только. Оттуда мы тоже иногда подсчитываем. Это шикарный сайт. Если вы вдруг по какой-то причине не знали, тоже заходите. И передавайте привет от Kedr. Так, дальше. Леша Гоголь ТВ. Вот скажи, удобно пользоваться этим просмотрщиком фотографии? Ты уже захотел его купить? Нет, человек. А я тебе его посоветую. Ты здесь не прав. Почему? Потому что ты не прав в том, что тебе удобнее, но ты назвал то, что тебе неудобно, говном. А я не назвал это говном. Я говорю, это для тебя удобно, я с этим согласен. Это как в Винде. То есть ты перенес просто свой опыт. Я даже не говорю паршивый опыт. Я говорю, ты перенес свой опыт. Отличный опыт. Жизненный опыт, который сделал меня тем, как я являюсь. Я на мой Мак. Я тебе сейчас туда по-вот устанавливаю. Все вот такое. Ладно. Вот. Привет, Kedr. Я включаю хлору канделаки. Какую хлору? Тину. Тину. Иии... Джимни Топор, но топчик Лазаманкрут, вопрос в пауру... Ну Сашка, ты сможешь? Вопрос-таков, посмотрев обзор ручка на iPhone SE 2020, я всё равно хочу остаться с таким вопросом. Можно ли взять iPhone SE 2020 на 120 гигабайт? Нашел в норм-магазине за 42К. Как свой первый iPhone? Я понимаю, что лучше XP или 11, XR или 11, но финансовая сторона вопроса и мой же образ жизни говорит о том, что мне удобнее будет с SE 2020, чем XR и возможно выпадение из кармана с большими габаритами XR и 11. Решил перейти с Xiaomi Mi A2 Lite и телефон полное говно, так как спустя год начал расслаиваться, экраны перестали работать пикселей, появились левые свайпы, которые делает сам смартфон. Убеждён, что iPhone SE 2020 мне хватит лет на 5, так как на Android смотреть не могу уже из-за недолгой рабочей поддержки и постоянных проблем с телефонами. Взял бы и пиксель, но в России нет гарантии на них и не хочется прогадать. Так подаёт ли он мне свернуть, лайк, дизлайк, ответить? А в чём вопрос был? Лайон! Всё, я всё услышал, я только в замедленном режиме, только сейчас пересмысил это всё. Если тебе прям всё подходит, и ты поставил мой обзор, и полностью соглашаюсь со всеми теми минусами и недостатками, которые я перечислил, то ты можешь взять iPhone SE, но я бы всё-таки немножечко подождал выхода 12 дней. Ну, если будет ещё дешевле, он 400 долларов будет. Если ты упираешься именно в деньги, то окей, но понимаешь, миник будет и жить дольше, чем SE, потому что у SE автономность прям очень паскудная. И я не знаю, в течение ты 5 лет хочешь ещё использовать это устройство, если оно сейчас паскудное, то с каждым годом у тебя всё больше и больше вероятность того, что ты без Powerbank не сможешь выйти из дома. И я бы подождал 12 мини. Он по размеру чуть-чуть даже меньше, экран намного больше, он более юзабельный, там есть ширик. Это просто современное устройство, которым тебе будет приятно пользоваться в течение 5 лет. А SE это устаревший форм-фактор, просто задёшево. Я единственное попрошу не замедлять тебе мою речь, чтобы вы не услышали чего-то, чего не было написано в комментариях. Валентин Гоцкий-Лукьянченко, Рома, хочу взять Google Pixel 3, как думаешь, норм или лучше ждать цен на 4? Лучше? Не, ну, если есть вкусная цена, я сам посмотрю. Тройка, она симпатично выглядит. Нормальная, да. На маленькие, да. Да, у Excel была какая-то ублюдская вот эта чёлка, а если тройка по вкусной цене тебе где-то попадёт, и это не какой-то китайский реф, а нормальный новый телефон, либо нормальный, но бэушный телефон, я смело выбрал, если тебе он полностью устраивает. И, типа, смысл брать четвёрку, там четвёрка не настолько лучше тройки. Так что я бы брал тройку. Октобер Трейл. Зачем нужен MacBook Air? Понятно, что их производят, но с точки зрения производителя. Какой толк в урезанном MacBook'е? Знаете, у меня начинает Apple головного мозга происходить немножечко, потому что я вот сам горел по поводу, как на них можно работать. Это не работает, люди, мир, это кажется, что он греет. Холодненький такой, динамики. Он очень горит. Он, я его сейчас использую для набора текста, и для набора текста он отлично. Я тащусь от этой клавиатуры, на самом деле, мне она очень нравится. Я как-то, когда, ну, типа, пользовался в течение, там, тестирования каких-то ноутбуков, меня она, типа, бесила. Ход клавиш какой-то непонятной, а сейчас всё клацает, он так прикольно, тактильно клац, 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 прям тащусь. Экран классный, звук офигенный. Даже несмотря на то, что это довольно старый, это 18-го года модель, сейчас в новых звук ещё стал лучше, но даже 18-го года модель играет намного лучше, чем некоторые дорогущие игровые ноутбуки на Windows. Единственное, что подбешивает, это да, он разогревается. Когда ты заходишь в фотошопчик, пытаясь что-то делать, он начинает подлагивать. Когда ты используешь многооконный режим, вот, например, вчера, когда я писал в Twitter новости с трансляцией Apple, у меня был открыт Twitter и открыт одна страничка с Chrome, с YouTube, с презентацией. У меня Chrome частенечко зависал, сама трансляция перезагружалась, мне приходилось закрывать это всё, открывать. То есть, он всё-таки задумывается. Ну, это самое базовое, кстати. Это базовое того поколения на 4G оперативки, то есть такое. И фишка ещё в том, что даже во время просмотра Full HD видео, но при скорости 1.25 или 1.50, он уже начинает пропускать и дропать кадры, и это не совсем удобно. Представь просто, что в ноябре покажут точно такой же Air, в таком же корпусе сидел, но на А14. Ну, это реально будет классно. Холодный. Данное очень умное охлаждение справится спокойно. И так его не надо будет вообще делать. То есть, просто убрать оттуда. Не, ну, будет, возможно, но тем не менее. И представь, он будет производительнее намного. Я считаю, что это будет вообще машинка. Я себе, может быть, как второй ноутбук куплю. А может быть, если он будет тянуть Final Cut, в чём я, кстати, даже не сомневаюсь. Я думаю, что он будет нормально работать. Продам свою прошлую. Антон Панасович. Буду писать, пока не объясните. Тот самый парень с ПК за килобакс, с копейками и пиратским... С копейками? И пиратским софтом с играми. Я. Это я. Судите сами. За винду и 2-3 60-ти баксовые игры можно спокойно выложить до 3-4 сотен долларов. Зачем мне это делать, если можно вложить эти деньги в более мощное железо, например? Ну, это мы упираемся в то, что каждый труд и каждый проект должен быть оплачен. Это всё равно, что ты хочешь на работу, а начальник тебе такой говорит, да? Слушай, ты как бы нормально и без зарплаты живёшь, но я лучше себе, не знаю, какую-то тюнячку в тачку куплю, чем тебе буду зарплату давать. Ну да. Понимаешь, люди тратят своё время, жизнь тратят свою на разработку каких-то проектов. Очень часто, особенно мелкие студии, вкладывают там всё, что у них есть из собственного кармана, выпускают крутой проект в надежде на то, что он окупится и он вам понравится. А вы просто идёте и пиратите его сайты. Ну, человек может сказать, а если речь про ААА, всё-таки он про 60-баксовые говорит, понимаешь? То есть, там же ж компании большие, им пофиг как бы. А всё, нечего тебе сказать. Вот и всё. Ну, мне нечего. Хорошо, вот ты скажи. А чё я? Тебе вопрос задавай. Нет, ты тоже скажи. Нет, ты на самом деле во всём прав, просто не надо на жалость, что кому-то там плохо. Это просто правда. Ну, типа, не обязательно должно быть кому-то плохо. Да, даже та же Феррари, она не умрёт, или Порш, если у неё украдут 10 Поршей. Но, тем не менее, насколько это правильно... Феррари может умереть. Да, Феррари может. Я потом про Порши вспомню сразу. Но, насколько это правильно, вы на физических вещах понимаете сами. Это такая же вещь в современном мире. Если вы считаете, что это не так, то поверьте, в современном мире есть много другого, чего можно считать не так. Расовые всякие вот эти вот споры, гендерные и так далее. То есть, в этом мире очень много всего происходит, с чем мы можем быть не согласны с всякими там законами, взглядами и так далее. Но это, на самом деле, достаточно понятно. Труд вложен, материальные затраты там точно были, а вы за это не хотите платить, потому что, ну, это вот цифровая копия. Я просто немного могу понять человека с точки зрения того, что многие проекты, особенно по 60 долларов, это кусок говна. Там какие-то ремейки, бесконечные ремастеры, ремейки, бесконечные продолжения серии. Каждый год Assassin's Creed это пустая просто гринделка со 150 часов прохождения. Ну, а ты представь, Рома, купить танк за 60 долларов, и он окажется куском говна. Я бы обиделся. И вот поэтому, понимаешь, я и не покупаю всякие эти Assassin's Creed последние, вот эти вот игры, ремастеры. Вот, например, когда мы проходили Resident Evil на Кедре, я просто плевался от того, что мы потратили на эту игру 1600 гривен. Это так... Она не стоит 300 гривен. 300? 300, 300. Я очень думаю, я просто замедлено так 300, 300. Но в итоге неправильно все равно сказал. Короче, у меня тоже горело. Но если ты не хочешь миллиону тратить на игры, возьми подписку. Сейчас куча есть симпатичных по стоимости подписок. 5-7 долларов, и у тебя доступ к большинству игр есть, ты спокойно себе играешь. А какую-то интересную игру можешь, извини, позволить себе и купить. Если ты смог позволить себе компуктер за 1000 долларов, одну игру в месяц за 60 долларов, и, думаю, сможешь купить. Это тебе, поверь, в танках все намного сложнее. Да, да. Зачем ты? Ты прочитал, да? Нет. Я прочитал только никнейм. Макс, друг Анатолий. Это я так в телефоне подписываю людей. Типа, Анатолий, автомойка, три поста, луговая. Пишет нам Макс, друг Анатолия. Вопрос не к лепоте, но задам тебе. Кум мой. Мало того, что купил бананку и цигутбэк, так еще и зеленый джим не заказал. После такого общаться я, конечно, с ним перестал. Но как быть куму с маленьким ребенком жалко? Как спасти их брак? Он еще и в танке, если начнет играть, то это все просто. Ну, это, наверное, суточный вопрос. Но у меня сейчас, я сейчас очень нервный. Я вчера выпустил обзор, эксклюзивный обзор велосипеда украинского производителя, который я, ну, типа, захотел сделать, потому что, там, ну, я с ним работаю давно у нас. Это не реклама, я ни копейки с них так и не получил никогда и не просил. Просто мне интересно поддерживать производителя. И там такой трэш начался. Причем видно, что часть людей именно в комментарии лезет гнилых, ну, которые, там, просто 50% комментариев про то, что это реклама и там, как все плохо. Но по лайкам 95% лайков, там, их громко. То есть, ты понимаешь, что вроде... Ты сделал рекламу Ардису? Нет, нет, я не буду говорить мне про что и даже не идите смотреть. Я просто принял решение, может, я его изменю, я не буду это на своем канале рассказывать, но тем не менее, что я вообще перестану советовать что-то. Типа, хотите, покупайте. Для меня просто всегда ценно, что человек, который я смотрю, сказал бы, вот я советую покупать iPhone для тех-то и для тех-то, и вот почему. Ну, условно, да, просто для вас понятно, iPhone или OnePlus или Samsung. И мне ценно такое мнение, потому что, если я смотрю человека, я ему почему-то доверяю, там, доверяю его точки зрения. И даже если он рекламирует, я знаю, что он не... Ножка отпала, да, надо прикрутить. Не вздумай сесть сейчас. Не вздумай сесть, дырка будет. Да, надо прикрутить. Дырка... Сначала в полу будет дырка, а потом в тебе образуется отверстие. В нем уже есть. Он сегодня, он... А, Витя сам себе отверстие... Да, Витя не попал, и дырка у него под ртом. Он сегодня чик-чик, пшик-пшик, и говорит, чихал и сделал дырку. Короче, это к тому, что я, честно говоря, все, что я советую, мне за это не стыдно. И если человек покупает себе джимни, он видит мой пример. У меня двое детей, и все счастливы. Ну, типа, мы ездим... А плохой пример заразителей, как мы знаем. Давайте следующее. Мы ездим за грибами на этом джимни, а на другом машине вы не поедете. И все, блин, счастливы. А бананка моя офигенная. Если бы моя бананка не была офигенной, мы бы ее не делали. Но я думаю, ты вскоре начнешь депрессовать, потому что на дорогах появляется все больше и больше зеленых джимни. А я радуюсь, я еду и такой... Классно! Ну, у тебя не доставили, скажешь, что у всех такой джимни? Так у всех классно. Я рад за людей. Они приобщаются к хорошему. У меня нет такого же типа. Ты в это веришь? Кто-то в это верит? Что? Через сколько он продаж джимни? Нет! Что-то оно. Что? Он просто купил... Еще раз. Или переклеит его в другой цвет. Еще раз вам скажу. Переклеить это может быть, но я не планирую. Потому что у меня... Одесс Брабус поездки. Джимни... Вот уже больше года у меня эта машина. Хотя все от полугода до года прогнозировали, что будет она у меня. Я до сих пор ей доволен тупо на 100%. То есть нет ничего. Она не лучшая. Но прикол в том, что я знал, в чем она не лучшая. Что она не экономичная относительно. Что она маленькая. Это все я знал, когда я шел на эту покупку. Во всем остальном она меня устраивает на миллион процентов. И соответственно у меня впервые в жизни нет такого, что я еду и думаю. Так, а может вот это я уже хочу? Или вот это хочу? Я смотрю на все машины и думаю. Да мне пофиг. Все хорошие машины и мне пофиг. Я еду на том, что меня устраивает. Это возраст уже. Ну я всегда говорю, что есть машины, которые я все равно буду рассматривать. Дострою дом. Мне нравится. А Марокко уже есть. Мне нравится Тойота Хайлюкс. Мне нравится Тойота Прадо. Ну просто все, что я сейчас перечислил, оно до усрачки скучное. И я себе, ну там Хайлюкс можно еще запимпать. Но Прадо, ты будешь ехать на Прадо, тебя никто узнавать не будет. Нафига нужна такая машина? Классная, но скучная. Скорее всего я себе буду покупать Рандлер. Я про это уже говорил. Или Рандлер или Лембронко. Посмотрим, как оно будет там в эксплуатации себя вести. Это ж не секрет. Понятно, что и все равно найдутся люди, которые скажут, вот, продал. Продался. Всего 8 лет поездил и продался. Через год тебя узнавать не будут, у всех будет жимни. Да, тебя узнавать не будут. Просто всех будут узнавать. Вот именно. Просто меня будут во всех узнавать. Потому что люди ездят и говорят, им все машут. Кто-то может как нехороший человек к себе поступить, а будут втыкать в тебя. Да, поэтому смотрите на номера. У меня именные номера Игтрип. Вот. Употребляйте качественные. БУТКАХОВИ. Какая-то реклама алкоголя. Это еще была какая-то. Привет, ребята. Спасибо за ваши видосы. Случайно их на фоне. Ага, слушаю их на фоне. Пока работаю. И уже привык вам. Так вот, вопрос кроме. Хочу ближе к весне брать PS5. Но у меня старенький телевизор Samsung Full HD. И волнует вопрос. Можно ли комфортно на таком играть? Нет. Я ответил уже, человек. Почему? Ну, потому что Full HD для конс... Ну, да. Ну, зачем? Там будет upscale работать. Вообще, тебе нет смысла покупать PS5. Но... Не, я серьезно говорю. Почему? А нафига сейчас покупать? Обзаведись сначала экосистемой. То есть, телек тебе... Ну, смотри. Телек нужен хороший. Чтобы получить кайф от этой консоли, тебе нужен хороший телевизор. Соответственно, телевизор тебе нужен будет не только для игр. Получи кайф сейчас, купив себе нормальный, классный телевизор. Ты будешь получать от Netflix удовольствие. От кучи всего остального. А PlayStation... Смотрите. Игры будут еще выходить в... Некоторые игры анонсированы в 2022 году, которые выйдут на PlayStation 4. Все сейчас нормальные игры будут выходить еще на PlayStation 4. Этот ажиотаж пройдет. Вот ты следующей весной, летом или осенью купишь себе PlayStation 5, когда уже обзаведешься телевизором. И уже хоть какие-то там проекты появятся. Да, нормальные. В Full HD это хорошо. Не слушайте, Саш. В Full HD это еще нормально. Особенно в играх вы со расстояния метра не особо будете различать. Это вау-эффекты. Это когда ты только подходишь и смотришь. О, прикольно. Потом сел на диван и как бы это ни видишь. И плюс даже новое поколение консолей все равно в 4К будет уметь только при помощи апскейлинга. А когда ты будешь играть как раз-таки на Full HD мониторе, у тебя будет суперразрешение включаться и режим суперсемплинга. То есть он будет рендерить как раз-таки в высоком разрешении, потом наоборот делать разрешение поменьше. У тебя будет четкая классная картинка. Но суть не в этом. Какая четкая классная картинка? У человека Full HD старенький телевизор Samsung. Охрененно, чувак. Поверь, я когда запустил на PlayStation 4 в режиме суперсемплинга, тот же Horizon, я охренел. Потому что каждый пиксель несет информацию. Не лестница, не говнешница. Фишка даже не в матрице. Фишка в том, что я вот сидел бы до сих пор на своем Full HD. Я уж вот к чему веду. Ты же не знаешь, что сказать. Ну, HDMI 2.1. Вот, даже не HDMI 2.1, а задержка. 120 Гц звук, задержка, миллисекунд. Потому что когда задержка, нужно убегать в Мексику, пацаны. Если у кого... Ладно, это про другую. Ладно, это очень тонкий юмор. Задержка, это очень... Ты думаешь, что я уезжаю со страны? Так вот. Потому что Рома сказал, что на следующей неделе не будет. Ром, у меня есть... Я не знаю, когда вернусь, Саша. I have one question. Я на удаленке по работе немножко. Задержка. Потому что я себе играл на своей лыже 15-го года. И горе, как бы не знал. Матрица там отличная, PS звук тоже классный. Сидел, и я с этой задержкой мирился и думал, что так и надо. Но как только я начал все больше и больше тестировать телевизоров, благо работа мне дала такой шанс, то даже подключив... Не благодарите. Будет еще много. Я вижу, что ты отдаешься. Сердечки я тащил. Ну, как только я начал пользоваться современные телевизоры, в которых есть игровой режим, я всегда к нему относился как говно. Потому что в моем телеке тоже есть игровой режим, но по факту это улучшение резкости, контраста, который только портит изображение. Но даже в том же HighSense 20-го года, который я тестил, 43-дюймовый, там игровой режим включает уменьшение задержки. И там моментальный отклик. И раньше мне, например, какие-то гонки было не совсем комфортно играть, потому что я курком поворачиваю, а машина с запозданием немного реагирует, особенно когда в онлайне, в том же Forze играешь. Это очень важно. Миллисекунда каждая важна, и ты не войдешь в поворот, тебя кто-то подрежет, начинает машина ловить маятник, тебе тяжело ее отловить, и все, ты проиграл как бы. То, поиграв на HighSense, я осознал, что, блин, а можно играть и без задержки, оказывается, в консольный гейминг. Поэтому тут проблема не в разрешении, скорее, телевизора, а в том, что на твоем стареньком телевизоре задержка будет довольно большая, и играть не будет настолько комфортно. Поэтому можешь спокойно обращать внимание даже на базовый уже сегмент, потому что тот же HighSense входит в базовый сегмент, и в нем есть этот игровой режим, который уменьшает задержку. Начиная там с 10 тысяч гривен, можно найти вменяемый телек, и там, понятное дело, что будут уже и 4К, и всякие эти современные штуки, но главное для гейминга, это как раз-таки маленькая задержка. Если же у тебя есть много денег, то я бы взял что-то с HDMI 2.1 и со 120 Гц. Бери PlayStation 5 через год. Сдай мне вот этот вопрос. Я тебе не хотел вот задать, но ты его взял и прочитал, да? Иван Рюмин пишет, Сузуки не буду читать. Ребята, смотрю вас очень давно, ваше мнение интересно. Вопрос в следующем. Патчерица просит... Подожди, это другой вопрос. Да нет, вот это хороший, про патчерицу. Ладно, патчерица просит на день рождения айфон купить. Ей неважно какой. И объяснить для чего и почему именно он ей нужен, кроме понтов, не может ребенку 16 лет подарить ему айфон. Что это такое? Ребенку 16 лет всегда ходила с Android. Вот поэтому она и хочет айфон. И у нас Android. Может ваше мнение поможет, нужен он или нет. Спасибо, нужен. Все, не портите ребятки детства. Ну, Рома, сейчас ты же понимаешь, ты взрослым человеком общаешься. Давай адекватно все-таки. Так я тебе серьезно говорю, просто нужно взять. Я серьезно тебе говорю. Если вопрос денег стоит очень остро, то, конечно, можно пообщаться и объяснить. Если это просто вопрос чуть-чуть непонимания, ну, зачем тебе айфон у всех Android, купите человек айфон. Смотрите, 16 лет. Ну да, можно сказать, что я в 16 лет назад. Уже трех детей родил. Да, это же фигня. На самом деле, это такой возраст, когда очень важно мнение окружающих, когда важны какие-то вот такие детали, и тебе не обязательно объяснять. Ну, типа, это знаете, как сказать, почему у тебя такие сережки? Вот мы всю жизнь ходили с такими, а у тебя теперь такие. А у тебя туннели. В чем их практичность? Объясни. Объясни. Вот, типа, просто кроме того, что понты. Да в том-то и прикол, что должны быть вещи, которые тебе просто нравятся. Это как скины в играх. Я для тех, кто зависим... Он и тут в танки пришел. Для тех, кто зависим, это проблема, понимаете? А для тех, кто может себе позволить, для кого-то это просто удовлетворение. Ему нравятся просто понты, что они выглядят чуть по-другому. И это такой мир, к сожалению. Но кроме этого, есть еще и практичные вещи. На айфон быстрее фотографировать, легче обрабатывать фотографии. Шериться, возможно, с друзьями. Как минимум, ты просто перед друзьями... Девочки ведут инстаграм. Там stories пишут. Это, кстати, да. Stories только айфоны нормально пишут. Самсунги еще как-то не будут. И они собираются в свой этот женский шабаш и начинают меняться фильтрами, какими-то приложениями для обработки фотографий. Это правда. Это вместо книжных клубов у них вот это шабаш по поводу инстаграма и какие фильтры. Поэтому, если вы можете позволить, купите там айфон или XR, или 11. Они сейчас не так дорого стоят. Сейчас 11, я смотрю, но они реально стоят не очень дорого. И человек будет рад. Серьезно. Под Новый год, может, какие-то будут распродажи. То есть, можно урвать... Но не надо экономить. Но не надо покупать там 6s или 7. То есть, просто, чтобы показать, что айфон говно. Купите человеку, ну пусть радуется. Я бы так сделал. Вита Адреналин пишет. Привет, Кедр. Есть вопрос. Хелп, не хочу делать неправильные выборы. И потом... Потом. Он так и написал потом. Вита, ну не расставь. Ты часто пишешь нам комментарии. Вита, ты же красавчик. Что за потом? Потом страдать. Нужен совет, Реноджи мне все как надо. Рома посмотрел обзор на телевизор HiSense. И мне он понравился и по цене, и то, как он работал в кадре. Не тупит. Подойдет ли он для того, чтобы играть в Xbox Series X? Или лучше какой-то другой телевизор? Не для этого. Телевизор не смотрю. Он нужен исключительно для консоли будущей. Может, посоветую, что лучше для этого купить. Желательно не превышать бюджет 10 тысяч гривен. Хочу получить максимальное удовольствие от игр. И... И все. Ты пользуешься просто HiSense. Расскажи, в чем основные его минусы по поводу... Значит, смотри. Про игры. Ну, я пользуюсь дорогим HiSense. Да, но оболочка и все возможности настройки там у всех одинаковых. Тут про игры важно. Вот человек спрашивает. Потому что оболочка, она, с одной стороны, лучше, чем Android. Потому что она рендерится все-таки в 4К. Но, с другой стороны, она вырезана... 18-й в трендах мы. Ура! Ура, мы в трендах. Мы в трендах. Мы в трендах. Да ядрено... Да, наконец-то. Да, боже. Великий владелец YouTube снизошел к нам и поместил нас в трендах. Да, есть же. Мы в трендах. Ты в трендах? Мы в трендах. Мы в трендах. Мы в трендах. Бог мой. Когда это было в последний раз, Сашка? Хорошо. Я не помню, когда в последний раз. Он в прошлом iPhone. Нет. Нет, очень давно было. Ну, нет, прикольно. Сейчас надо срочно выпускать видео. Витя, ты уже смонтировал? Публикуй. Рендерится 80%. Пожалуйста. Пожелюсь. Пожелюсь. Короче. Оболочка вроде рендерится в 4К, но она вырезана ножничками вручную. Поэтому она вроде с одной стороны качественнее, потому что когда-то на большом 4К 65 дюймов смотришь Android TV. Кстати. Очень странная фигня происходит. У меня есть приставочка iNext. Мы очень давно, года 4 назад делали обзор рекламный, и мы до сих пор ими пользуемся. iNext 4К. У нее же Android TV. И она в 4К его рендерит. Там интерфейс офигенно отрисован. В чем прикол, я не знаю, потому что ни один Android телек, это не так. Может быть, приставки могут рендерить, а телек, я не знаю, как это работает. Но у этого приставка ни Xiaomi, ни Voli не рендерила 4К, насколько я помню. Очень странная, потому что качество офигенное. Оболочка, она быстрая действительно, но она ублюдская. Она пустая. Она пустая. Вот этот вот баг, который Рома рассказывал, а я не понимал, о чем речь. Ты можешь признаться, что ты хотел поставить на Android TV? Или не признаешься? Да. О том, что она не гасит яркость. То есть ты утром, к примеру, включаешь мультик, там ребенок просыпается с тобой, включаешь мультик, оно тебе выжигает глаза, оно никак не адаптирует, и ты не можешь интерфейс понизить. Ты пока выбираешь этот мультик, у тебя уже все прожжено просто. А потом включаешь контент, и он уже тускненький, То есть там куча есть недостатков. И глаза у гальки уже. Но при этом действительно матрица офигенная. Я надеюсь, что софтом они это будут править. Тем более у них как одна из фишек заявлено, что они по воздуху могут прислать обновления, и все будет хорошо. Там есть игровой режим. Там заявлена, в моем телеке, заявлена поддержка 120 Гц. Вот мне лично интересно. Я сюда подключу консоль. Она будет выдавать 120 Гц? А у тебя и зимой пока работает. То есть это вот пока не обновится HDMI 2.1? Вот именно, что они программно вроде бы как и могут обновить. Но обновят ли они, и не забудут ли они об этом, непонятно. И как эти 120 Гц использовать в данный момент, пока непонятно. И вот как раз таки еще про игры я вспомнил, что по крайней мере у 43-дюймового Хайсенса при подключении консоли, при включении игрового режима, я вот что вспомнил. Там задержка уменьшалась, было все хорошо, но почему-то все темные сцены, везде где появлялся черный цвет, он был темно-зеленым. У него реально выключаешь игровой режим, черный цвет, черный. Когда включал игровой режим, темно-зеленый. Возможно это баг конкретной модели был. Это интеграция с Razer. Я думаю, да, в Хайсенсе немного наломали дров с прошивкой. Он, по идее, подойдет для гейминга. Если у тебя бюджет около 10 тысяч гривен, то как бы особо ничего получше ты и не возьмешь. Матрицы плюс-минус у всех будут адекватны, ну одинаковые. И прям чего-то крутого за 10 тысяч гривен ты не найдешь. У Xiaomi, например, и у того же Kiwi будет Android TV, который более развитый, ты туда можешь всякие приложухи поставить, можешь прикольные заставочки в стиле Apple TV поставить, чего ты не сможешь делать на Хайсенс. Но каких-то кардинальных отличий в плане гейминга ты не получишь. И если ты не пользуешься телевизором, как телевизором, а лишь будешь на нем играть, то тут какой-то ультимейт модели, я тебе, к сожалению, не подскажу. К сожалению, все модели, которые будут комплектоваться HDMI 2.1 и 120 Гц, это ценовой диапазон около 30 тысяч и выше. Все, что дешевле, оно будет плюс-минус одинаковое для гейминга. Александр Саракун, здравствуйте. Есть вопрос, кроме что лучше, Renault Scenic или Megane? Чувак, я на самом деле думал, я, блин, вот тачкой для путешествий, вот тачкой для путешествий, вот что бюджетного я для путешествий бы брал. Я такой, ну, понятное дело, Megane. Я говорю, лучше Megane и нет машины. А потом я смотрю, Scenic по факту это тот же самый Megane, только немного, знаешь, когда его покусали комары, он так припух, и потому что у него часть по подвеске, моторы, там руль даже подходит, у него один и тот же руль по факту используется, и много всяких мелочей и прочих, но Scenic будет интересен, если у тебя большая семья, если тебе нужно что-то перевозить, потому что он все-таки такой мини-ванчик полноценный, при том, что стоит тех же самых денег. Megane это более компактный, как бы, седанчик-универсальчик, если меньше нужно возить, если у тебя поменьше семья, если ты не возишь картошку, как бы, с села в город, то тогда бери Megane, если ты много чего переводишь, то бери Scenic. Станислав Мартинов пишет, лепота такой, лепота. Такой лепота. Во-первых, говорит, что не слышал песни просто, здравствуй. А во-вторых, говорит, что OnePlus говно, а FE на Exynos с убогим дизайном и проще с пеками, за 18 тысяч это топ. Смешно тебя слушать. То есть, я не понял, вот смотрите, во-первых, OnePlus не стоит 18 тысяч, насколько я знаю, если мы говорим про Pro версию. Ну, Nord, да, чуть дешевле Nord. Nord чуть дешевле, да, действительно. И здесь можно сравнивать, и мы именно с Nord сравнивали, если что. А Pro, она стоит дороже. Ну, опять же, у Pro хуже камера. Ты говоришь, спеки такие. Камера там хуже. Экран, в принципе, тоже не факт, что лучше у OnePlus, а хоть там больше разрешений 120 Гц на всем разрешении, но у него вот эти артефакты там плывут. Это каждый у OnePlus касается, там, брак может происходить. У Samsung такой вероятности нет. У Samsung плоский экран, что для меня лично, несомненно, единственное, что шин, конечно, будет у Samsung. У OnePlus есть вот это DC-D. Ну, адрес Samsung нет, разница? У Samsung нет, и он стробит, и абсолютно нет. ПО лучше у Samsung, чем у OnePlus. Как ни странно это говорить в 2020 году. Exynos, ну да, согласен вам, здесь OnePlus 100%. По производительности OnePlus будет лучше. Без проблем. Да, поэтому, Саша, не нравится. Ну, просто Samsung как бы 18 тысяч стоит, а OnePlus сколько? Прошка. А Прошка нет, 20. Да, вообще, друзья, действительно, пользуйтесь ей каталогом. Ну, кроме того, что это удобный сервис, вы еще и нам помогаете. Если вы переходите по ссылочке, которая есть у нас в описании, вас там никто ничего не заставляет покупать, просто перейдите и посмотрите. Мы постоянно для сравнения, даже для своих, то есть не для рекламных целей, используем этот сервис. Мы же не просто так его показываем, потому что зарабатываем. Да, ссылочки есть все в описании. Сергей Соловей, Galaxy S20 моей жены, есть калькулятор в Galaxy S20 моей жены из коробки. Может, Рома случайно удалил калькулятор? Ну, с моим счастьем, я мог его удалить. Он сам мог удалиться. Он сам мог удалиться. Я просто прикраснулся к телефону, ему могут удалиться. Но нет, мне написали, не считай. Это тебе будет вопрос. Отлично. Но многие писали в комментариях, во-первых, что Рома опять не разобрался, как с рекламой. Нужно всего-то зайти в Galaxy S20, установить калькулятор, если он тебе нужен. Ты что, не можешь понять? Я такой тип, чё? Ну, камон, ну, это самое обычное, ну, базовое, что должно быть в телефоне, когда его берут. Я должен зайти в фирменный магазин, чтобы скачать фирменную эту утилиту калькулятор. Чё это за бред? Чё это вообще, маразм? Нам нужно зарегистрироваться. Покажите мне человека, кто зарегистрировал в Galaxy Store добровольно. Я? Зачем? Там когда-то они начинали подвижки и разрабатывали музыкальное приложение. Я думал, танки раздавали скинг химии. И оно было, типа, даже конкурентом каким-то гаражбенда. Это было во времена Galaxy Note четвёртого поколения. И они на него забили. Вот. Это был единственный плюс Samsung Galaxy Store. Саша единственный пользователь, который добровольно туда зарегистрировался. Поэтому такое. Toxic Foxy пишет, это который про Лезерман писал, что у него сломался. О, чувак. И там много кто писал, что, Саня, подтяни химию, физику. И учим отчасти. Там, на самом деле, много было этих комментариев. Но этот самый большой и самый такой подробный. Поэтому буду читать медленно. Включайте ускорку. Саша, ты смешной. Коль ты так у нас разбираешься в сталях и ножах, объясни мне, пожалуйста. Мне стало интересно. Я сел с учебником химии и прочей информацией, чтобы разобраться. Сталь С30В содержит в себе ровно 0,5 кремния, по химсоставу. Тогда как АИСИ 420 в два раза больше. Кремний, если что, как раз отвечает за твердость, а не гибкость стали. Для людей без технического трудно, наверное. Там и там его достаточное количество для удержания фаски. И если его точить под правильным углом, на каком-нибудь Тормек Т8, то фаска проживет и там, и там годами. И если говорить о гибкости двух данных стали, то за нее отвечает молибден, который в С30В в содержании 2%, а у АИСИ 420 его вообще нет. И там гибкость идет за счет кристаллической решетки. Но она есть и в С30В. Но, как ни странно, Саша опять ошибся. Ведь в хваленом мультитуле на уровень ниже идет не АСИ 420, а 154СМ. Вот у нее состав уже поинтереснее. В ней присутствует молибден в содержании 0,4%. Но это еще не все, мой дорогой литейщик. Есть такой элемент, если ты изучал химию в школе, называется фосфор. Он светится ночью. Это я добавил от себя. Это я изучал, да, в детстве. Это технологическая примесь, входящая в практически любой сплав. Высокое его содержание может сделать металл очень хрупким. Предел 0,0,45%. Тогда как в 150СМ его содержание 0,04%. Для сравнения ВС-30В в европейской модификации есть китайская для кромок фрез. И она такая штука выглядит как сверло, но для обработки поверхности. Чтоб ты знал, Саша. Вот подтиним отчасти. Содержание фосфора примерно... Я уже начал терять вообще смысл, просто читаю слова. Фосфора содержание примерно 0,02. Ну и последнее. Пожалуй, добивающее. Это модуль упругости. У тебя на сколько упругости стоит? Вот. Я думаю, сейчас все сходилось, но модуль упругости... ВС-30В, который равен 221 гидропаскаль. А это 22100 килограмм на метр... Хрен по-моему, в квадрате, в кубе, да срать. Ты должен поставить себе кончик... Ты должен поставить на кончик лезвия 22 тонны, чтобы он сломался. А, это, кстати, да, это круто. Это модуль упругости. Чтобы его поломать, надо приложить усилие 22 тонны. В другом любом случае он просто согнется. Не надо, пожалуй, строить из себя разбирающегося в сталях человека. Чтобы говорить что-то о хрупкой стали, надо хотя бы знать, от чего она зависит, а потом уже делать какие-то выводы. Я уверен, что инженер и Лазерман знают все это. Мне действительно попался брак. Экспертиза показала некачественную отливку стали. Вот, и это в каком-то мере подтверждает мои слова, что мультитул за столько бабок должен делать все, что я хочу. Экспертиза показала некачественную отливку стали, из которого было изготовлено это лезвие. С каждой субботой доверие к тебе иссякает. И появляется мнение о тебе, как о человеке, которому лишь бы что-то сказать. Очень обидно, что ты советуешь людям некоторые вещи, кроме телефонов и маков, опираясь на свои знания. Ограниченные IT-темами. Я зашел к тебе в прошлую субботу рассказать историю, а получил просто в лицо не разобрался. Ну, а теперь ты получил свое. Не, я признаю, я в Сталях ни хрена не разбираюсь на таком уровне. И, ну, спасибо за то, что написал, разобрался. Я, естественно, тебя обидеть не хотел, чтобы ты не подумал. Я до сих пор считаю, что использовать не по назначению клинок нельзя. Ну, то есть, ты можешь его повредить. И я уверен, что не 20... Ну, почему-то мне так кажется, что не 22 тысячи тонн... Не 22 тонн надо приложить, чтобы сломать клинок. Откуда у меня такая информация бралась? Исключительно из обзоров. Если надо, я даже найду вставку обзора... Потому что я помню обозревателя, которого я услышал. Который именно обозреватель по ножам, по мультитулам. Я себе, понимаете, это как человек, который не разбирается в гаджетах, может посмотреть наш ролик и где-то там в каком-то обществе участвовать в дискуссиях, чем iPhone лучше Android. И где-то будет прав, а где-то он не разобрался. Такова в жизни, ты во всем не разберешься. Если участвовать в серьезных дискуссиях, я, конечно, не разбираюсь. Но я точно знаю, что чем жестче что-то, чем оно более... Да, жесткое, тем оно более хрупкое. Это как раз-таки то, что я запомнил из Сапромата, когда нам приносил преподаватель. Ну, мне кажется, у всех такое было. У нас он чуть-чуть, конечно, сумасшедший его называли, но ничего. Он принес с морга ногу, которую отрезали женщины. Ну, гангрена была, отрезали ногу. И он ее сжимал прессом. И типа, ну там, кишки, все дела. У меня преподавателем его называли Стакан, потому что он на парах бухал. Он ставился граненый стакан на его водке. Я не знаю, что лучше. И начинал пару вести. Да, и он показывал хрупкость костей таким образом. Вот. И это было замечательное зрелище. Ну, оно за стеклом все было, то есть нормально. Нога разлеталась за стеклом. Ну, когда... А у меня препод разлетался прямо на паре. Вот так, к концу уже такой. Так вот, из одного конкретного видео, где сравнивались конкретно стали в клинках Лезермана С30В и вот этой второй... О, рефлекс только сработал. Я сделал, нога ушла вперед. И он там говорил, что та более гибкая, С30В более хрупкая. Но при этом С30В она не... Не, а так ты просто знаешь. Тут надо вот так. Чувак, оно рэпается. Нет. Что, Господи? Придурки. Тебе что, молоточком никогда не били по ногам? Нет, чувак, я только в фильмах это видел. Кто тебе когда бил? Так вот, и С30В там говорил человек, что из-за того, что она более жесткая, она там тупится намного-намного меньше. Знаете, тут должен сказать, за что взял, за то отдал. Ты говоришь, что разочаровываешься. Смотри, я действительно стараюсь не советовать узкие такие темы. Вернее, не хвастаться тем, чего я не знаю. Но я лезерман использую тупо каждый день. И поэтому советовать я его реально могу. И поэтому в прошлый же раз ко мне как бы претензия была, насколько я помню, что типа я посоветовал, а он сломался. И мой вывод был к тебе такой, что надо использовать по назначению. Это правда. Есть вещь для открывателя, есть вещь для резания. Вот. Но даже если клинок должен был выдержать, это уже на твой страх и риск. И там я в конце тебе сказал, скорее всего это брак, если что. И тебе его должны поменять. И, кстати, в прошлый раз я не сказал, что даже если бы это не брак был, и ты действительно каким-то образом сломал, то лезерман, в чем прикол, ты можешь просто разобрать его спокойненько торксом, достать клинок и вставить себе новый. Спокойненько собрать. Делаются целые моды. И вообще это там целая культура. Есть переборки этих лезерменов. И создаются уникальные моды с названиями уже даже. Есть модели неофициальные, которые продаются. Собранные из разных этих. И люди отдают, покупают какой-то мультитул, отдают его мастерам, которые потом берут. Там на разборках у них есть другие эти. Иногда приходится докупать целые мультитулы. И получается намного там, бывает в 2-3 раза дороже мультитул, но с набором инструментов, которые нужны именно конкретному человеку. Вот такие моды. Поэтому, извини, если я тебя обидел. Очень не хотел. Спасибо за большой и достаточно грамотный комментарий. А еще ты обидел всех хроноводов, потому что Вита пишет. Саша, что ты несешь? Ты в этом тоже не разобрался? А, это кто ты? У Рено движок не троит, он дизелит. Дизелит? Да, зачем ты так сказал? Так не я не разобрался, это ты мне об этом сказал. Нет, я тебе сказал, он дизелит. Ты спросил почему? А я тебе сказал, из-за фазорегулятора. Я спросил троит, а ты говоришь дизелит. Дизелит. Из-за фазорегулятора. Фазорегулятор выходит из строя и начинает смещать фазы выпуска. И он начинает тарахтеть, как дизель. И дизелит. Это общие сведения, просто общая развивающая информация. Все, что вам надо запомнить, просто у Рено. Саша Ковал пишет под нашим влогом. iPhone, бла-бла-бла, 13 октября, бла-бла-бла. Очень интересно все это. Скажи, у нас муха в студии. И человек пишет. Надеюсь, в следующих выпусках на эту тему поговорят поподробнее, раскроют ее и сделают полноценный обзор. Расскажи, почему не будет полноценного обзора. Одну муху я убил. Потому что он ее убил. Да. А вторая почему-то появилась. Да, вторая из пепла. Это как феникс. Муха-феникс. Был ее так и называть. Вопрос к Саше. Что там у Huawei с Android Auto? Пропусти вопрос наконец-то. Пропускаю. Как админ, следящий за вопросами, пропустил этот вопрос. Как там с Android Auto и Huawei? Да как-никак. И никаких аналогов они своих не придумывают. Да каких-никаких. Вот как-то вот так. Вот никак. К сожалению. Окей. Следующий вопрос. Давай. Сколько ты их насобирал. Street View Эндрю Ткача. Да. Рома, при всем уважении, хватит говорить об автофокусе в сверхшириках. Ты же умный человек. Потрать 10 минут времени на изучение вопроса. Чем шире угол, тем больше глубина резкости. И тем меньше нужен автофокус. Именно поэтому у Sony ляпоты, у GoPro и шириках Samsung нет автофокуса и вряд ли появится. А знаете у кого он есть? У OnePlus и Huawei. Ты можешь прикольные, интересные концептуальные снимки на ширик сделать близкого расстояния. Где все такое вот такое. И кстати у OnePlus еще и макро режим на ширике. На ширике работает. Поэтому типа автофокус. Не макасый чувак. Не, он прав говорит. То есть технически ты сказал правильно. Но все равно автофокус. Вот у Huawei угол чуть-чуть меньше, но есть автофокус. Это матрица огромная. И это лучше как по мне. Потому что с сверхшириком на том же iPhone я вообще не пользуюсь. Потому что он просто делает некачественные фотографии. А на Huawei, например, получаются классные фотки. Вот так. Все? Все! Нет. Да. 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 Да, нет, вот так вот. Да. Да. Вроде все. Всем спасибо. Кстати, написали под днищем. Да. И я хочу, чтобы ты разрушил этот миф. Людям кажется, что вот когда ты заканчиваешь днище, ты просто все такой, все, пока. И уходишь. Что ты прям ждешь, не дождешься окончания днища. Что ты вот просто уже устаешь от съемок. На самом деле ты просто расстраиваешься. Потому что вопросы заканчиваются. Да, да. И Саша грустен. Он уходит и садится в угол. И сидит там целую среду. До следующей недели сижу и жду. Следующей порции ответов сижу. У него просто в углу вот так сидит. Почему больше нет вопросов? Поэтому задавайте, пожалуйста, свои вопросы. В наших социальных сетях. Везде. В твиттере можете задавать. В инстаграме мы часто посты. Мы посты в сообществах в ютюбе делаем. Под видосами пишите свои вопросы, комментарии. И просто прожимайте лайкосики. И подписывайтесь на нас везде. Пока. Чтобы Сашка не грустит. Пока. Видите, а то он как начинает. Пока. Пока. Радостно мог бы хоть... О, ты улыбнулся, он улыбнулся.